Чтобы похудеть, нужно добавить в рацион всего лишь один продукт. Я приготовила еду на завтра, и раз уж я это сделала, я решила записать небольшой ролик о своем питании, о том, чем я руководствуюсь, когда я составляю свой рацион на сутки, на неделю. И вообще нужно понимать, когда я только готовилась к этому проекту, сразу передо мной стал вопрос питания, потому что для меня это достаточно больная тема. Поесть я люблю, люблю поесть вкусно, и я понимала, что мне от многого придется отказываться. Ну и в общем-то я нашла здравый компромисс. Я оставила хорошие, такие правильные блюда, которые состоят из простых достаточно продуктов, и убрала только так называемый джанг, очень рафинированные продукты, убрала сладкое, шоколад, пирожное, в общем, все, что очень калорийное, углеводное. Ну и в общем-то сейчас здесь на столе часть из того, что осталось. Для начала, вот чем я руководствуюсь, когда я планирую? Во-первых, я должна учитывать свой вес, я должна учитывать возраст, гендер, свою тренированность, сколько у меня тренировок в день. То есть или я совсем отдыхаю, или я, допустим, у меня две тренировки в зале, и еще одна тренировка, например, на площадке легкая пробежка. Вот, и в общем-то, учитывая все эти моменты, только из этого, да, я уже примерно понимаю, что я должна есть. Сразу скажу, что калорий я не считаю. И это важно. Как я распределяю вообще тогда, если я не считаю калорий, как я ориентируюсь, какие у меня вообще критерии для того, чтобы выбрать то или иное блюдо, какое количество и так далее. Я знаю калорийность примерно каждого продукта, и в тренировочный день, естественно, это более калорийный продукт. И я, например, могу себе позволить съесть котлеты свиные, допустим, курицу со сметанным грибным соусом, да, или если я совсем отдыхаю, у меня нет тренировки, такой достаточно пассивный отдых, то есть речь не об активном отдыхе на воздухе, где-то там купание на карьере или в речке, то это будет, например, курица, легкий овощной салат, капуста, например, краснокочанную, ну и так далее. То есть я исхожу из своего режима труда и отдыха. По поводу количества углеводов. Сколько нужно углеводов съедать в день, чтобы удовлетворять свою суточную потребность? Кто-то говорит, что 2 грамма, кто-то говорит, что 1 грамма достаточно на килограмм веса тела. Я говорю, вот для себя так определила. Опять же нужно делать поправку на активность. Если у меня 3 тренировки, я никак не смогу протянуть в этот день на 1 грамме углеводов на килограмм веса тела. Если у меня, допустим, 1 тренировка, я могу утром съесть какой-то углеводный прием пищи, кашу, например, какую-то. Ну я уж, естественно, кашу или макароны не стала варить, все знают, как оно выглядит. И, в общем, я опять же отталкиваюсь от того, насколько у меня загружен день, какая у меня нагрузка в течение дня. И это для меня ключевой фактор для того, чтобы запланировать свое питание на следующий день. Еще какой важный момент. Количество белка. Количество белка держу стабильно высоким на протяжении вот всего периода, пока я худею. Потому что все-таки, так скажем, объем тренировочный высокий. приходится много тренироваться. И чтобы как можно меньше потерять мышечный масс, я стараюсь, чтобы белка у меня было всегда много. Собственно, по поводу белковых продуктов, продуктов, раз уж я заговорила здесь, как я сказала, что я вообще включаю. Я, конечно, беру простые какие-то мясные, так скажем, блюда готовлю. Например, вот здесь, как я уже сказала, курица. Здесь курица приготовленная по-другому. Вообще курицу могу готовить, там, не знаю, 10-20 разными способами, потому что это относительно недорогое мясо, оно не сильно бьет по бюджету, и можно, в общем-то, применяя разные специи, получать разные блюда, и оно не стоит вот здесь, как у многих занимающихся спортом. Ну и в качестве альтернативы курицы использую индюшатину иногда и свинину. Никаких стейков за 10 тысяч рублей. Нашумевших, там, креветок вместо чипсов, которые некоторые советуют употреблять и так далее. У меня ничего такого нет. Абсолютно простые, достаточно, ну, бюджетные, относительно продукты. Ну и плюс творог, яйца. Ну, варю отдельно или в качестве жареных омлетов использую. Ну и вот еще, как один из белковых таких продуктов, протеиновые блинчики. Очень мне нравятся. Делаются за 2 минуты буквально. И очень вариативный можно делать состав, опять же, в зависимости от того, какую калорийность можно получить. Хочется меньшую калорийность этого блинчика сделать, только яйцо и вода добавляются, там, к одной порции протеина. Если хочется, там, чуть-чуть большую калорийность, можно и банан добавить, можно и клетчатку, там, большее количество яиц и так далее. То есть, очень вариативное такое блюдо, которое можно по-разному совершенно приготовить. Так, ну и что еще? По овощинам тогда сразу сейчас пройдусь. Совершенно простой, обычный салат. Цветная капуста, помидоры, огурцы. Капуста здесь больше. Дима шутишь, что я этой капустой могу съесть полбедра, что на самом деле не так уж и далеко от истины. Но это такой продукт, который мало калориен, но по своему витаминному составу он, ну, заруливает многие фрукты. Поэтому, в общем-то, краснокочанная капуста, цветная, белокочанная, брокколи, пекинская капуста, ну, можно купить практически в любых супермаркетах. Она полезная и вкусная, поэтому в качестве основного овоща я выбираю именно ее. Не огурцы и помидоры, они сейчас такие себе не очень вкусные, а вот капуста самое то. Ну и салат. Вот здесь, говорила я про салат проблокольный? Упоминала, но так конкретно не говорила. Ага. Значит, здесь вот в этом, допустим, салате курица, яйца, немного сметаны, там где-то столовая ложка. Это салатные листья, естественно, сыр фета и для вкуса имбирь. Это такой белковый салат, в принципе, можно к нему даже ничего не добавлять в качестве основного приема пищи. Ну, мне он подходит. Ну и, собственно, завершая вот все вышесказанное, подытоживая, что можно сказать о моем личном стандарте питания. Я стараюсь, чтобы у меня был достаточно разнообразный рацион. Кстати, вот я не сказала этот важный момент, что у скудного питания, особенно для женщин, есть очень неприятный, негативный, отсроченный эффект. Он проявляется, ну, во-первых, в виде довольно быстрого старения, когда женщина не успеет обернуться, вот после 30 особенно. А через 10 лет она уже старуха, у нее рассыпаются зубы, и, собственно, мы видим то, что мы видим на улицах. В общем-то, плюс, если к этому добавить плохую экологию, и если есть еще кое-какие способствующие развитию этого негативного эффекта, как-то, допустим, курение, да, применение каких-то гормональных препаратов, это вносит женщину в группу риска по остеопению и остеопорозу. То есть это не те проблемы, которые где-то вот непонятно где, да, они, в принципе, при отсутствии культуры питания, они вот на горизонте, они очень близко. Поэтому я стараюсь, чтобы мое питание было разнообразным, чтобы было большое количество белка, чтобы было как можно меньше термическая обработка пищи. Я никогда не готовлю мясо там по три часа, или там овощи по часу не варю и не готовлю. Как только готово, все сразу выключаю. И малое количество использования растительного масла. То есть у меня, ну, или совсем без масла на этих полновой сковородке, или чуть-чуть. Жиры у меня в виде вот орехи, пожалуйста, мяса, жиры, собственно, в мясе, в сырах, ну, и так далее. То есть я стараюсь растительного масла использовать поменьше. Ну, и, в общем-то, в общем-то, плюс много зелени и небольшое количество углеводов. Потому что вот как раз-таки, если у меня с молочными продуктами нет никаких проблем, с углеводами у меня такие себе не очень натянутые достаточно отношения. Это связано там с негативным влиянием на кожу большого количества углеводов. То есть в моем конкретном случае, и мне нужно было, конечно, сразу сказать для гуру нутрициологии и диетологии, что я никого не учу, как нужно питаться. Я рассказываю о том, как питаюсь я, чем, какими принципами я руководствуюсь, когда вот, собственно, организовываю свое питание. Ну, и вот на такой ноте я завершу свой рассказ. Надеюсь, было интересно. Смотрим дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова